Всем огромный привет! Напомню, что меня зовут Карина. У нас сегодня с вами видео, посвященное уходу за волосами. Расскажу вам о четырех брендах. Два из них будут специальные средства, два из них будут средств постоянного ухода, гигиенического, скажем так. Три бренда я буду хвалить, один буду ругать. Давайте начинать. Начнем мы со специальных средств, потому что их всего два, и, соответственно, как-то... Ну, при этом о них хочется рассказать немножко больше. По межсезонью, ну, то есть это середина-конец осени и середина-конец весны, у меня всегда активно выпадают волосы. Особенно в холодное межсезонье, потому что они как-то таким образом, я так понимаю, что адаптируются к сильным температурам. Пока у меня волосы были длинные, я этого... Ну, я, конечно, это замечала, но длинные волосы выпадают всегда, это всегда заметно. Я знаю, и любая девушка, у которой длинные волосы, знает, что носить волосы хотя бы до лопаток, это везде оставлять частицу себя, и братья Линчестера ничего не смогут сделать с нашими призраками, потому что волосы разбросаны по всему городу. Сжечь они это не смогут. Но, когда я волосы обрезала, это произошло, собственно, в марте 2018-го, то есть этого года, хотя я периодически уже так мысленно, где-то в 2019-м оказываюсь, год был достаточно насыщенным. И в марте 2018-го года я волосы обрезала, вот как раз чуть-чуть короче, чем та длина, которая у меня есть сейчас. И я, конечно, сильно рассчитывала на то, что такого явного выпадения у меня не будет. Ну, просто по той причине, что волосы короче, соответственно, они не настолько тяжелые, соответственно, они не настолько будут тянуться вниз, и выпадение, соответственно, будет меньше. Но фигушки. Они у меня все-таки повыпадали и повыпадали достаточно активно по весне. И, естественно, что к зиме я решила, что нужно какие-то серьезные средства, чтобы это выпадение как-то... Ну, если не прекратить совсем, а это, естественно, невозможно, то хотя бы немножко замедлить. Я прошлой зимой пользовалась средствами от ДСД Делюкс, и, к сожалению, они не произвели на меня должного впечатления. Я пила и витаминки, и шампунь у меня был с бальзамом. Ну, как-то, знаете, не особо. Хотя завышенных ожиданий у меня к косметике уже довольно давно нет. Я когда-то давно еще, это, наверное, пару лет назад, пользовалась средствами от ДСД Делюкс, и они мне понравились. И я, собственно, уже собиралась приобрести себе эту банку. Когда мне написали представители компании, которая называется Доктор Ога, с предложением протестировать их средства, препятствующие выпадению волос. Я так подумала, подумала и согласилась. Ну, во-первых, это возможно что-то вам рассказать. Во-вторых, это средства в сравнении со средством ДСД Делюкс. А у них один и тот же активный компонент на основе пептидов Капси-Килл. Так вот, активно действующее вещество одно и то же, но при этом вот эти вот средства от Доктор Средство, оно одно. А от Доктора Ога, оно существенно дешевле. Хваленный многими миноксидил я сразу отмела, потому что у него есть синдром отмены. И сначала перед тем, как он начнет лечить волосы, они выпадают практически полголовы, несмотря на очень активную агрессивную рекламу, в общем, я его отмела. В итоге остановилась на вот этом. И в целом я могу сказать, что я довольна. Я пользуюсь, сейчас вам покажу, как здесь это все происходит. Здесь 5 вот таких вот было когда-то, ампул, сейчас уже осталось 4. И, соответственно, такой вот носик-насадка. Остальные я оставлю, да, в каждой по 10 мл. Соответственно, нужно снять этот носик, пройтись. Но я сейчас не буду это делать, потому что я уже наносила его после мытья, и второй раз, как бы, наверное, не рекомендуется. Не знаю, ничего инструкции по этому поводу сказано не было, но я думаю, что и не надо. По проворам его носится. Не нужно ничего не смывать, ничего-ничего. То есть это просто делается на чистые вымытые сухие или подсушенные волосы. Я делаю на подсушенные. То есть я сначала мою голову, потом промакиваю ее полотенцем, снимаю полотенце. У меня волосы где-то, наверное, полчаса сохнут естественным путем. После чего я уже беру в руки фен, наношу какие-то дополнительные кондиционирующие средства, средства для укладки, соответственно, вот это средство, и уже сушу их и укладываю. Пользоваться им нужно 2-3 раза в неделю. Бутылька хватает примерно на неделю. Ну, в зависимости от того, как вы натренируетесь давить на этот тюбик, не будете ли там плюхать сильно много. Но и как бы экономить, соответственно, тоже там сильно не надо. Что касается результата. Я результат на данном матапе уже заметила. Я пользуюсь им меньше, чуть-чуть меньше 2-х недель. Волосы стали меньше выпадать. Я подметаю каждый день в квартире, потому что у меня 2 кота. Один из них очень пушистый, и, соответственно, шерсти просто барханы. И вот если раньше основная составляющая этих барханов, несмотря на наличие двух котов, один из которых, как я уже сказала, очень пушистый, были мои волосы, то сейчас это все-таки кошачья шерсть. Это хорошо. Сказать, что волосы совсем перестали выпадать? Нет. Ну, во-первых, я еще полный курс не использовала. Здесь этот курс все-таки 50 мл. У меня прошло только 1 мл. 15, наверное. Но могу сказать, что да, это действительно работает. Поэтому я со своей стороны могу рекомендовать вам к средству присмотреться. Если у вас есть какая-то похожая проблема, его рекомендуют и при аллопеции. И когда начинают активно сыпаться волосы после беременности, во время кормления. И, соответственно, понятно, что выпадает часть тех волос, которые просто не выпадали во время беременности. Но параллельно с ними, из-за того, что из организма активно уходит кальций, выпадает еще очень много волос. И при разных, самых-самых разных диагнозах. Но у меня, к счастью, ни того, ни другого, ни третьего. У меня просто такие вот сезонные истории. Для этих сезонных историй, да, это работает. Внизу я укажу вам промо-код на скидку 5%, который предоставила компания. Можете воспользоваться, соответственно, если вам это покажется интересным, немножко сэкономить. Ну и почитать о нем более детально, о составе и так далее. Потому что я, естественно, не запомнила наизусть, что в составе. Здесь написано аппетитный комплекс, протеины, органическое масло, аргинин. Что-то, что я не могу перевести на русский язык. Без парабенов, 100% полностью органическое, без силиконов, СЛС. Собственно, вот так мне на данном этапе нравится. Я думаю, что когда я курс закончу, если не забуду, если забуду, напомните мне это сделать, пожалуйста, я напишу у себя в Инстаграм, скорее всего, в сторис. Я думаю, кратко пара слов о том, какой был результат по истечении, собственно, всего периода использования. Напомните мне, если вам это интересно. Не думаю, что я буду снимать пустые баночки. Я уже давным-давно с этим завязала. Второе средство, которым я когда-то в самом-самом начале развития своего канала, это было второе или третье видео на канале, снимала отдельный ролик, и туда до сих пор, там огромное для моего канала количество просмотров, туда до сих пор продолжают поступать комментарии, я говорю о пасте Сульсена. У меня волосы капризные. Любое новое средство, шампунь, погода, настроение, понервничала. У меня начинает резко, даже это не волосы, это кожа головы. У меня резко начинает чесаться кожа головы и чесаться сильно. Я не могу сказать, что это прям перхоть, но это такой вот зуд нервного свойства, который очень неприятный. То есть это и эстетически не совсем красиво. Во-первых, потому что все-таки ногтями счесывается что-то. Во-вторых, в принципе, ходить, чесаться как-то на людях, несколько мавитон. Ну и в-третьих, это просто доставляет дискомфорт. И из всего, что я пробовала, а я перепробовала, поверьте, там, вплоть до шампуней за 100 долларов, то средство, которое гарантированно помогает в самых даже запущенных случаях, это паста Сульсена украинского производства, компания Амальгама Люкс. Сульсену делают в двух местах, из того, что можно купить в России. Это, соответственно, вот эта Николаевская версия, город Николаев, Украина, или Санкт-Петербург, фирма называется, кажется, Алая Паруса. И я могу сказать вам так, вот Алая Паруса не покупайте. Это не работает, это совершенно бесполезные выкинутые деньги. И я от многих людей слышала, что вот мы купили Сульсену, она не работает. Грибанку покажите, пожалуйста. Мне присылают фотографию, это чисто оранжевый тюбик, такой красно-оранжевый, это российский. Нет, он нифига не работает, нужно вот это. Как это делается? Вы берете эту пасту, наносите ее, так же по проборам. Вот, ну, здесь, единственное, что носик широкий, я не буду откручивать, она течет чуть-чуть. Вот, здесь достаточно широкий носик, соответственно, как-то там в нескольких проборах вы это распределили. По волосам подержали это 10 минут, после этого смыли. Я делаю курсом обычно на протяжении двух недель. Можно пройти курс там типа месячный, но поскольку у меня проблема заканчивается уже через неделю, я вторую неделю там делаю для закрепления эффекта скорее, то мне месяц не нужен. Если у вас какие-то серьезные сиборийные проблемы, то нужно поделать это месяц. После первого раза может прям посыпаться с головы, это неприятно, но это нужно перетерпеть. На второй раз будет все просто замечательно. К сожалению, вот украинского производства эту пасту купить сложнее, чем производство российского. Я обычно смотрю на чем-то типа пилюля или аптека, это там нисколько их не реклама. Просто удобно забиваешь пасту сульсеной, смотришь, где вот эти вот бело-оранжевые банки в наличии есть, поближе к твоему дому, звонишь, спрашиваешь, есть или нет. После этого едешь, покупаешь, так удобней, чем просто обходить все аптеки подряд. Сульсена есть, а если найду. Вот, поэтому если кто-то этим делом страдает, я прям вам очень рекомендую присмотреться. Мне когда-то посоветовала эта девочка, у которой я стриглась, и я вот уже много лет эту Катю, которую я совершенно не знаю, где она сейчас находится, вспоминаю добрым словом, потому что это правда самое действующее средство от всех околосибарийных проблем кожи головы. А теперь мы переходим к ежедневному уходу, хотя сульсену в моем случае можно отнести, блин, к ежедневному уходу. Продолжаю я мыть голову средствами от Фромези. И на данный момент для себя я сделала вывод, что это лучшие средства для волос, которыми я вообще пользовалась, которые подходят моим волосам. Вот на данный момент, например, у меня вымыты волосы именно этим шампунем с использованием средств, которые я покажу дальше. Что касается шампуня, у меня шампунь Дистресс, он подходит для ежедневного применения, он подходит для всех типов волос, и фактически борется в его названии со стрессовыми условиями окружающей среды, со стрессом, который испытываете вы, испытывают ваши волосы. Конечно, компрессовым он не сделает, но состояние волос после него мне действительно нравится. Здесь нарисован огурец, по-моему, наверное, он с огурцом, но я не уверена, потому что наклейка здесь заклеена. Да, с огурцом действительно не заклеена. Приятно пахнет, не сильно пенится, но при этом удивительным образом за месяц использования у меня еще вот здесь вот примерно вот так вот. И это действительно хорошо, потому что, как правило, вот все вот эти органические средства, которые, соответственно, ну то есть это не органика, здесь не органический состав, но тем не менее пенится оно не сильно. Как правило, средства, которые меньше пенятся, мы же льем их просто как сумасшедшие себе на волосы, и в результате получается, что заканчиваются они быстро. Здесь, несмотря на это, то ли я себя уже так приучила, но такого не происходит, и несмотря на высокую цену, это получается достаточно экономично. Второй продукт у меня, собственно, также от Фромези, это из их другой серии, которая называется Рестракча, спрей а-ля кондиционер. То есть я не пользуюсь, у меня есть несколько бальзамов для волос, но пользуюсь я ими не каждый раз. После мытья головы я наношу вот это средство. Собственно, в чем смысл? Моете волосы, промакиваете их, после чего наносите так достаточно обильненько, щедренько, но не заливая, но тем не менее так ощутимо на руках, должно быть вот этот реструктурирующий кондиционер, после чего можно приступать к укладке. Он смягчает волосы, он дает им какую-то, ну у меня, как у всех обладателей вьющихся таких пористых волос, проблема в том, что они лежат какой-то единой копной, а с этим, и таким, знаете, треугольником таким, как монашеская вот эта шапка. Вот, и собственно с этим вот реструктурирующим спреем они немножечко получают какую-то мягкость, чуть больше пластичности, и как-то они ложатся, ну не знаю, когда волосы шевелишь, они как-то, ну чуть-чуть живее, что ли, кажутся. Не могу никак по-другому это объяснить, но средство действительно прикольное, особенно если у вас очень сухие волосы, и вам, соответственно, мало кондиционера, и хочется после кондиционера нанести на волосы еще что-то, вот этот вариант подходит. Если у вас наоборот очень хорошие волосы, и кондиционер вам жирноватый, перебор, это тоже очень хороший вариант. Если вы там активно пользуетесь, не знаю, какими-то... Насчет кератина, конечно, нужно уточнять по составу, но в любом случае какими-то такими вот долгоиграющими процедурами, я думаю, что он тоже будет хорошим дополнением, но здесь, конечно, нужно будет уточнять у вашего специалиста. Ну и маска. Я вам уже хвалила эту маску в прошлый раз, и я ее похвалю снова. Это маска также от Фромези для окрашенных волос, интенсивная, которой можно пользоваться где-то раз в неделю вместо шампуня. Она прикольно так пахнет, смесью йогурта с гуашевыми красками. Это так интересно. Приятный запах такого ярко-розового цвета, что, собственно, не ярко, но розового цвета, что, собственно, прямо намекает о том, что это маска для окрашенных волос. Она у меня такая прям парадная, я ее очень экономлю, я ее прям побольше, когда на выход. Но, с другой стороны, это даже когда на выход, это раз в неделю максимум чаще всего, если. А так даже раз в 10 дней ее эффекта хватает. Она действительно экономичная, она очень густая, соответственно, не то, что там льете вы себе на волосы, это так прям распределять нужно по волосам. То есть я мою голову, промакиваю волосы, наношу маску, держу, смываю, дальше наношу вот этот структурирующий спрей, и, соответственно, уже дальше волосы сушу, и мне очень нравится их состояние. Мне нравится, что она хорошо промывается с корней, потому что вот следующую маску, которую я покажу, в ней хорошо все, но она совершенно не вымывается с корней волос, и из-за этого получается, что волосы уже грязные, как бы на следующий день. И вот бренд, который я буду ругать, мне очень не хочется это делать, но придется. Возможно, я ошиблась с выбором линейки, возможно, сами по себе средства изменились. Я говорю о бренде Эгамания. Когда-то давно я вам хвалила одну маску от Эгамания, серии Кироганик она, по-моему, называлась, и она была просто потрясающая. У меня на тот момент волосы были, я не знаю, хуже или как сейчас, но, наверное, хуже, или просто они поменялись со временем. В любом случае, та маска просто творилась моими волосами чудеса. Я говорила, что это одна из лучших масок, которые я пробовала. И вот на сегодняшний день, хотя это другая линейка у меня в руках, к сожалению, мы не сложились и не договорились с этими средствами. У меня с облепиховым маслом шампунь, соответственно, бальзам и маска для волос. Маска вот такая банка, шампунь, бальзам, такие традиционные черные для Эгамании бутылки. К сожалению, они оставляют волосы грязными. К сожалению, эти средства плохо промываются с волос. В первую очередь это касается шампуня. Опять же, если у вас, наверное, очень сухие волосы от корней, то, наверное, вам это подойдет. У меня волосы от корней нормальные, у меня вся сухость начинается вот где-то отсюда. Поэтому, то есть у меня не жирные у корней, сухие на кончиках. У меня нормальные здесь и чуть-чуть сухие достаточно вот тут. И для меня получается, что я помыла голову, высушилась. Я прям красавица, потому что они блестят, они очень пластичные, они очень мягкие. Но, к сожалению, через 3 часа эффект исходит на нет. И волосы получаются уже грязными, жирными. Такое чувство, что я не мыла голову несколько дней. Хотя, как я уже сказала, это может пройти вплоть до того, что несколько часов с момента мытья головы. Маску я в итоге наношу только на длину. И на длине она работает как такой прям совсем утяжеляющий, что для моих волос не так уж и плохо. Пахнет, правда, облепихой. Как такой утяжеляющий бальзам. Что, как я уже сказала, для бьющихся пушистых волос это не так уж и плохо. Кондиционер я, в общем, тоже скрипя сердце могу еще как-то использовать. Но вот что касается шампуня, я сейчас держу эту бутылку в руках и понимаю, что она почти полная. Хотя он у меня несколько месяцев как открыт. У меня вообще практически не тянется рука, потому что для этого средства, я не говорю, что оно плохое, но для этого средства должны быть гиперповрежденные волосы. У меня, к счастью, они не такие. Вот, поэтому обращайте на это внимание, если будете приобретать эти средства. Серия с облепиховым маслом в Агамании подходит только для суперсухих волос. И скорее для волос достаточно толстых, потому что если у вас сухие, но при этом тонкие волосы, то возможно, что оно также будет утяжелять и ожирнить их. Вот, на этом все. Спасибо вам за внимание. Как я уже говорила, внизу будут ссылки на некоторые продукты, которые я найду, постараюсь вам оставить. Также внизу будет промокод на Доктор Ого. Если кого-то заинтересовало, можете воспользоваться и сэкономить себе 5% от цены. Обязательно пишите в комментариях, как вы боретесь с выпадением волос, особенно если у вас оно, как у меня, сезонное. И пользовались ли этими средствами. Ну и вообще давайте общаться, болтать в комментариях. Спасибо вам за внимание. Пока-пока.